Хайп Хаус Рус готовится к серьёзным изменениям в команде. Слава Мерлоу и Карина Крамбэйби выступят на одной сцене. Настя Усеева и Влад Неопознанной станут мужем и женой. И что за игры происходят в отношениях Егора Крида? Всем привет! Это канал Обблогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Но реально подпишитесь, если вы этого ещё не сделали. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Последняя девятая серия первой сезона реалити-шоу X2 Team вышла больше двух месяцев назад. И всё это время участников просили снять продолжение, так как этот формат хорошо зашёл, набирая миллионы просмотров. Сейчас ребята находятся также в Сочи, где проходили прошлогодние съёмки и там же сейчас проходят новые. Для очередного сезона реалити отсняли уже около двух серий. А вчера ребята записывали так называемые фаны своих комментариев о прошедших событиях. Сроки выхода XO называть не стали, так как много прошлых проектов всегда срывалось. Но смотря на прошлый сезон, новый наверняка выйдет где-то в конце августа или в сентябре. Диана Астер осуществила свою маленькую цель, о которой говорила последние несколько месяцев. После того, как она перекрасилась блондинку, ей стало казаться, что потерялась та фишка Барби, за которую её все любили. Ди наконец-то съездила в салон и вернула свои розовые волосы, окрасив также кончики в синий цвет. Правда, результат ей, похоже, не очень понравился, так как видео она подписала «Мне кажется, что зря». Свои изменённые волосы показала и Лина Луна. Девушка давно думала над наращиванием, которое вчера ей и сделали. Процедура оказалась долгой и достаточно дорогой, ведь Лине пришлось выложить за искусственные волосы 84 тысячи рублей. С самого утра настроение поднялось у Маруси, ведь зайдя в свой профиль в Инстаграме, она увидела заветную галочку верификации. Мне дали галочку, мне дали галочку! А я сижу такая, блин, надо пойти в душ собираться. И тут мне приходит сообщение, поздравляю с галочкой, я такая, что? Я такажу, блин, блин, ребята, меня трезь, я такая рада, спасибо! С галочкой в Дрим Тиме сейчас практически все, даже их продюсер Ярослав тоже её получил. А до сих пор продолжают ждать Янгер, Настя Рыжек и Лиана, но думаю, что это просто вопрос времени. Лиана тем временем закрывает ещё один пробел в своей карьере в виде отсутствия у неё сольного трека. О желании записать песню она говорила ещё в январе, но только вчера выложила истории со студией, где работала над первой композицией. О рождении своего первенца сообщила певица Юлиана Караулова. «Самый важный момент в моей жизни» – подписала девушка первые кадры со своим малышом. Роды прошли успешно, у пары на свет появился абсолютно здоровый мальчик, которого назвали Александр. В СМИ также попала информация, что Юлиана на самом деле родила не вчера, а почти неделей ранее. Называется дата 29 мая от достоверного источника из частной клиники, где проходили роды. Молодая семья почему-то решила на время скрыть этот факт от общественности, но, видимо, на то были свои причины. Вчера прошёл суд Моргенштерна над делом о пропаганде запрещенных веществ в его треках. Алишер приехал на заседание с Диларой в траурных нарядах в знак того, что государство пытается душить творчество такими обвинениями. Все материалы рассматривались больше трёх часов, в течение которых судье и всем работникам приходилось по несколько раз слушать песни «Фэмили» и «Розовое вино 2». И после тщательного ознакомления рэперу вынесли вердикт. В треках действительно нашли пропаганду, за что Моргену придётся выплатить в казну 100 тысяч рублей. Но сами песни останутся на всех площадках. Я заплачу в нашу казну целых 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Сильжа, кешту. Клипы блокировать не надо, Алишер? Конечно, конечно. А, нет, песни не блокируют? Да, песни не блокируют даже. Поэтому слушайте на всех площадках. Алишер, возвращаясь домой, рассказал, что уже купил инвалидную коляску для выступления на премии Муз-ТВ. Мероприятие пройдёт сегодня и начнётся в 16.00 по Москве. Гостей на красной дорожке в этот раз будут встречать Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Александр Рева. Вчера же прошли генеральные прогоны всех артистов, которые выступят на сцене перед зрителями. И одним из самых ожидаемых выступлений станет песня «Слава Мерлоу, ты горишь как огонь». Ведь вместе с ним на сцене будет также находиться Карина Крамбэйби, который, по слухам, и посвящён весь текст. Ребята вывезут на сцену обычную кровать и, возможно, даже подожгут её. Так как на репетиции девушка обливала её чем-то похожим на бензин. Маха, которая является одним из самых преданных участников Дрим Тима, рассказала, какой хаос она бы выбрала, если судьба повернулась по-другому. Она хорошо ко всем относится и со всеми дружит. А в коллективе ей хотелось бы чувствовать душевность и единое стремление к чему-то, чем Дрим Тим ей никто не заменит. Но если бы Махе всё же пришлось выбирать, то она бы пошла в Хайп Хаус, в котором, по её словам, супер мальчики и девочки. В самом же Хайп Хаусе происходят какие-то серьёзные изменения. Вчера все участники собрали свои вещи и попрощались со старым домом. Подписчики сначала испугались, что ребята распадаются. Но наверняка это будет обычный переезд в другой дом, о чём они говорили ещё пару месяцев назад. Новое место, скорее всего, покажут не сегодня, а уже завтра, так как ребята есть в списке гостей на сегодняшнюю премию. Бывший ТикТок дом Свэк Тим действительно пытаются возродить. Ранее их аккаунт в Инсте был переименован в Феникс Тим Хаус, а вчера они представили свой логотип с красной птицей. Феникс – это мифическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться. Пояснили ребята название новой команды. А также в историях появился их первый участник Серёжа Коснакс, который рассказал, что они скоро начнут радовать зрителей новым контентом. Всем привет! Мы скоро начинаем. После того, как Лиза Василенко по непонятным причинам ушла с канала «Пушка», ей в срочном порядке подбирали замену. Найти хорошего ведущего очень сложно и кандидатов не особо много, поэтому выбор полна Андрея Петрова. У него уже был опыт, когда его пригласили взять интервью у Володи XXL. А вчера он также разговаривал с тиктокером, но имя гостя пока хранится в секрете. Вышел новый выпуск шоу маминой подруги с Ветерфорком, гостями которого стали Настя Усеева и Влад Неопознанный. У них получился очень душевный разговор, так как после ухода из Дримзима они не виделись долгое время. Тёма не мог поинтересоваться, как у ребят складывается личная жизнь за год их отношений. А также спросил, не думают ли они уже о свадьбе. На что Настя и Влад раскрыли, что они точно поженятся и это будет в ближайшее время. Отголоски большого количества проблем со здоровьем теперь преследуют Дину Саеву везде, где она бы не находилась. Вчера девушка была на съёмках какого-то проекта и в процессе ей стало настолько плохо, что пришлось вызвать скорую. Врачи поставили капельницу, с которой Диндон пролежала больше получаса, но после не уехала домой, а продолжила работать. Молодая тиктокерша вчера также заглянула в автосалон. Возможно, что она в ближайшее время тоже станет обладательницей нового Мерседеса. Егор Крид продолжает страдать по своим бывшим отношениям. Парень выложил в истории видео девушки, которая плачет после расставания со своей второй половинкой. А подписал он его вся суть моих отношений. Я, конечно, люблю игры, но не настолько. Фанаты предположили, что так он вспомнил их всякие пасхалки с Валей, которыми они дразнили аудиторию. А после расставания продолжили их, но уже вспоминая старые моменты со слезами на глазах. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok